Баба Яга Баба Яга Баба Яга Образ Бабы Яги появляется и в Томбрайдере И конечно же в играх про ведьмака есть такое существо Впрочем последнее не удивительно Ведь эта вселенная вообще знаменита продвижением разной славянской дичи И конечно же образ этот пришел в SCP Однажды агенты фонда начали замечать множество однотипных сообщений О заколдованном лесе, в котором живет ведьма Долгое время эти сообщения игнорировались с сотрудниками как что-то незначительное Однако, когда к этим слухам добавилась новость о пропаже людей А затем о поимке ведьмы местными жителями Мобильно-оперативная группа SCP все же прибыла на место По прибытию бойцы МОК обнаружили заброшенный город В котором из местных жителей было лишь несколько тел в разной степени разложения А по кровавым следам на земле можно было догадаться, что бедолаг утаскивали в лес Бойцам предстоял долгий и тяжелый бой с существом В том самом заколдованном лесу, в результате которого Группа хоть и понесла значительные потери Но захватила объект в облике старой женщины Та обладала огромной физической силой, скоростью, а также могла отращивать длинные волосы Пропитанные ядовитым ферментом Которые буквально заполняли собой лес, где она жила Сам этот фермент причинял тяжелые повреждения нервной системе человека Вызывал галлюцинации и дезориентацию А после того, как жертва оказывалась поражена токсином из волос Существо принималось поедать ее Так оно и охотится и в качестве жертвы предпочитает людей А в особенности маленьких детей Баба Яга была поставлена на содержание как SCP-352 И в конце объекта есть намек на то, что ей таки скармливали маленьких детей Из этого факта выросла даже маленькая веточка лора О которой я рассказывал в видео про комитет по этике Но этот ролик не об этом На захвате самой Яги история этого существа в SCP не заканчивается Ведь при дальнейшем исследовании различных волшебных лесов Был обнаружен SCP-3783 SCP-3783 это деревянный дом с одной комнатой Который содержит различную старинную утварь И который стоит на живых ногах Похожих на куриные Зашедший в избушку человек подвергается мутациям Его тело изменяется и в результате таких изменений умирает Однако вскоре оживает Избушка на курьих ножках, короче Перевода ее пока нет Да и у статьи очень низкий рейтинг Так что скорее всего в будущем ее удалят И потому переводить ее наверное никто не возьмется Но прямо сейчас такая есть Итак, Баба Яга все еще показана в SCP как лесной человекоподобный монстр Который оставляет в лесу коварные ловушки Из своих ядовитых волос и пожирает людей В них попавших Это уже не сказочный антигерой Но все еще довольно поверхностное чудовище А ведь могло быть и по-другому Если бы авторы этого объекта использовали весь его потенциал История могла бы получиться куда страшнее В старинных сказках Баба Яга это персонаж Которого встречает чаще всего безликий герой Иван на своем пути При этом ее описание и описание жилища несколько отличается от привычного Ведь в древних сказках говорится Что Баба Яга занимает почти все пространство избушки Но нигде нет указания на то, что она больше обычного человека То есть Баба Яга не огромна А избушка имеет маленький размер И это вовсе не домик на ножках Избушка Бабы Яги это небольшой деревянный ящик Который перемещается подобно животному А еще точнее подвижная лесная могила В которой она лежит дожидаясь своего гостя Также у нее мертвые разложившиеся костяные ноги Ноги на которых невозможно ходить самостоятельно Потому перемещается она не сама Ведь у нее нет живых ног А не есть у ее жилища Впрочем в еще более ранних вариациях этого мифа Избушка вообще могла быть целиком огромным животным Но так глубоко копать мы не будем В поздних сказках, как и описано в SCP-352 Баба Яга просто сидит в своей избушке и ест людей А в особенности любит закусить детьми Но вот в старинных историях все не так просто Ведь герой сам приходит к ней потому, что хочет попасть в некое тридевятое царство Но в какое такое царство может пропустить лесной мертвец? В сказках часто попадается мотив слепоты То герой не видит Ягу То сама Баба Яга героя То оба они не видят друг друга В немецких сказках про подобного персонажа у него могут вообще отсутствовать глаза Обычно или герою или самой Яге нужно совершить какое-то действие Чтобы начать видеть собеседника Так происходит потому, что главный герой сказки относится к миру живых А живые не видят призраков Ровно как обитатели мира мертвых не видят людей Вон во многих хоррор играх, например, призрака можно увидеть только на фотографии Однако и сама Баба Яга не совсем мертвец Какая-то ее часть все еще цепляется за мир живых Потому обычно герою нужно совершить какое-то несложное действие, чтобы начать ее видеть Например, поесть что-то из ее еды, которую она часто предлагает герою Или выполнить какое-то несложное задание, чтобы как бы настроиться на ее волну полужизни Сама же Яга может помочь герою войти в мир мертвецов Потому что сама она живет между двумя мирами Да и избушка, где она обитает, представляет собой переход между ними То есть идя в лес в поисках бегающей избушки Персонаж хочет попасть в мир духов То есть совершить шаманское путешествие И не просто попасть в него А еще и видеть там мертвых людей Цель этого путешествия в разных вариациях сказок и мифов бывает разной Герой может искать волшебный предмет Или пытаться приобрести какие-то потусторонние силы Или даже найти дух умершего человека Однако суть этого мотива меняется, если герой маленький ребенок Ведь у древних людей часто, чтобы называться взрослым Нужно было пройти ряд тяжелых испытаний в лесу В результате которых ребенок символически умирал И появлялся взрослый Ну или умирал не символически Все-таки времена-то суровые были Отсюда и представление о том, что Яга ест детей Так, шаманское путешествие, обряды какие-то Не слишком ли древние штуки для старой славянской сказки? На самом деле образ лесной женщины, которая при этом является полутрупом И в то же время охраняет переход между мирами Настолько древний, что встречается практически во всех культурах Аналог Бабы Иги есть в старых немецких сказках Да и даже в японских мифах она называется Ямба Юба И встречается еще много где еще Как по мне, объект SCP-352 Который показывает нам просто очередного сильного монстра Весь ужас которого в том, что он ест детей Даже на одну десятую не раскрывает потенциал этого персонажа Было бы очень классно, если бы фонд сначала нашел эту самую избушку в лесу Затем отправил бы туда Д-класс Который бы встретился там с говорящим мертвецом Который бы помог Дэшнику перейти на другую сторону В мир, где обитают духи Получился бы очень классный объект с протоколом исследования Но как-то авторы SCP не особенно стремятся хорошо раскрывать разных мифологических персонажей Вот как того же Пенангалина, про которого уже было видео Там тоже проблема в том, что показаны только основные свойства и больше ничего Даже в комиксах про Хеллбоя Баба Яга показана куда лучше, чем на сайте писателей SCP А ведь можно было бы как-то и развить все это Да, я это все взял не из головы Довольно подробное описание Бабы Яги есть в книге Владимира Пропа Исторические корни волшебной сказки Кто не боится сложного научного языка, можете ознакомиться И кто знает, может именно вы напишите историю, которая раскроет этого персонажа как надо Всем пока!